Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас ко второй главе книги Ионы. Первая глава заканчивается тем, что моряки все-таки выбрасывают Иону в море. Море утихло, и эти люди убоялись Господа и принесли Господу жертву и дали обеты. Вот поклонились Богу Израилеву, потому что действительно оказалось, что его сила властвует над морем. И дальше во второй главе, собственно, продолжается рассказ об самом Ионе, которого Господь повелел большому киту проглотить Иону. И был Иона в очреве этого кита три дня и три ночи. Как мы уже говорили в прошлый раз, люди, теологи потратили немыслимые усилия для того, чтобы доказать, что такое бывает, что такое возможно, что там кит мог проглотить, он пробыл три дня, потом кита стошнила от этого дела, и он... Ну, вот не нужно этого на самом деле. Конечно, не нужно. Это литература, в которой вот такой фантастический поворот сюжета нужен. Именно невероятный фантастический поворот сюжета. То, чего не бывает. То, чего на белом свете вообще не может быть. Понимаете? Вот нечто подобное изображает автор. На самом деле дальше в третьей главе нечто еще более чудесное, чего еще менее может быть на белом свете. Вот здесь проглотил кит через три дня. Он там был три дня и три ночи. И потом он, наконец, молится в очреве кита. Ну, вероятно, для автора это символ своего рода, символ смерти. Где жизни нет, где уже все, где все кончено. Откуда нет возврата? Ведь нет возврата. Если это там кит или акул, да кто бы это ни был. Таких крупных акул, которые могли бы проглотить его, но не жуя, вернее, не разгрызая акулы, не могут жевать. Значит, тоже в Средиземном море такого нет. Вот придумал так автор показать нам безысходность смерти. Когда вот в начале Иона воспротивился воле Божьей и убегает от лица Божьего. Нет, ты не убежишь. Потому что, как Дедахе потом будет говорить, есть два пути. Путь жизни и путь смерти. Путь, который предлагает Бог, это путь жизни. Все остальное гибель. Поэтому, ну куда ты убежишь? И сайду лево ты там, ты. Настигнет и в очреве морском. Настигнет тебя Бог в буре, и вот ты проглочен. Все. Все кончено. Кит, только, да, лежи в соляной кислоте китового желудка и переваривайся. Вариантов нет. И вот из этой безысходности, полной, абсолютной, окончательной, да, Иона молится. Ну нужно было, ну нельзя же было сказать, что Иона погиб в ките, потому что там дальше, там весь остальной сюжет, откуда взять. Да, поэтому вот он там выжил, и он оттуда молится. И это тоже, между прочим, для эпохи написания книги Ионы важная очень идея. Есть мертвая бездна, вот этот шоол, где нет жизни, где в смерти нет памятования о тебе, где нет ни награды, ни наказания, как пишет экклезиаст, в общем, современник автора книги Ионы. Ну, там, плюс-минус. Вот из этой мрачной бездны, из которой нет выходов, в которой нет ни награды, ни наказания, ни справедливости, ни жизни, ни Бога, ничего нет. Но Иона молится. И оказывается для автора книги Ионы, что выхода из этой смертной бездны нет. Но телефонная трубка для связи с Богом есть. Вот даже из этой бездны, возможно, молитва, и эта молитва будет услышана. И это тоже очень внятный символ, потому что страдающие современники автора и потомки, и следующие поколения почти всегда могут абсолютно искренне о себе сказать. Мы погибли. Мы тут на дне уже в очлеве кита. Воды дошли до души моей, говорит псалматевец, в любую эпоху. Но, как Иона из кита, мы еще можем помолиться. Бог нас услышит. Связь с Ним не потеряна. Жизнь потеряна. Перспектива, так сказать, как теперь говорят, потеряна. Шансов нет. Но Бог есть. И это не значит, что обязательно Бог там тебя избавит. Об этом нет разговора. Но, как бы, есть сам Бог, а не обязательно какие-то результаты, что ты у него чего-то попросишь и выпросишь. И вот помолился Иона Господу Богу Своему из чрева кита и сказал. Молитва Ионы, которая, собственно, составляет основную часть второй главы, по большому счету, это такая компиляция из идей, мыслей, тропов, поэтических форм, характерных для псалмов в первую очередь. Но при этом она вполне самостоятельная. Вот такой вот псалом, который поет Иона. И он говорит, Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Вот, собственно, об этом мы и говорим, что вторая глава предлагает нам увидеть Иону в бездне, в очреве преисподней, в глубине ада, откуда он взывает к Богу, и Бог услышал. Ой, это на самом деле великая радость, когда мы действительно можем поднять голову к небу, невзирая на этот весь китовый желудок, который вокруг нас. Да, и обратиться, и Бог услышит. «Воды твои, волны твои проходили надо мною, – говорит Ион, – и я сказал, – отринут я от очей твоих. Я подумал, что ты меня бросил, что ты меня забыл, что я вот отрекся от тебя, я тебя не послушался, и я подумал, что и ты отринул меня. Однако это не так, я увижу храм твой. Воды дошли до души моей, бездна заключила меня. Я упал до самой глубины, до основания гор я не сшел. Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада». Вот вера автора. Вот почему вся книга и вторая глава, в частности, становятся знаменем для верующих, в первую очередь для христиан. И здесь Иона там три дня и три ночи. Ну вот, Господь говорит, знамений не дастся роду всему, кроме знамений Иона пророка. И поэтому мы говорим, что там Господь воскрес в третий день. Ну, действительно, в третий день, хотя там не трое суток прошло. Тем не менее, вот этот образ избавления, как Ионы из бездны смерти, Бог возвращает его в жизнь через три дня и три ночи. «Изведешь душу мою из ада, жизнь мою выведешь из этой безысходной смертной бездны». Это может сделать только Бог. Но Бог может. Часто люди думают, что все. Когда ты попадаешь в бездну преисподней, все. На этом все кончается. Нет. Есть тот один, кто может вывести твою душу из этой бездны. «Когда из немогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего». Вот в этой самой пучине смерти. И молитва моя, тем не менее, дошла до тебя, до святого храма твоего. Нет препятствий этой молитве. Притом, что формально говоря, Иоанн уже в общем умер. И Иоанн говорит, я голосом хвалы принесу тебе жертву, что я обещал исполню у Господа спасения. Голосом хвалы принесу тебе жертву. Вот, собственно говоря, речь идет именно о благодарности и хвале, как о настоящем жертвоприношении Богу. «Исполню то, что обещал». Вот это снова жертвоприношение Богу. В этом хвала. Исполни то, что Бог тебе повелел. Ну и плюс еще вдобавок, Иоанн, автор этой песни, говорит о том, что «чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего». То ли речь идет о израильтянах, которые перестали чтить Бога Израилева, то ли речь идет о язычниках, здесь еще непонятно. Понятно будет в следующей главе. Тем не менее, важно, что автор говорит о язычниках, как о тех, кто забыл, оставил милосердного Бога. Но они тоже от милосердного Бога. Как бы их путь тоже от Бога отсчитывается. Это чрезвычайно важная молитва, вот весь этот псалом во второй главе. И не забудем, что он стал таким, такой моделью для богослужебной поэзии христиан. не только в прославлении воскресения Христова в третий день, но и вот того, как Бог возвращает к жизни из бездны, когда воды дошли до души моей. «И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу». Вот то, что должно было быть сказано, из ада, из бездны молитва моя дошла до тебя сказано, и Бог откликается на эту молитву, на согласие Ионы пойти по тому пути, по которому Бог ему предлагает пойти. И хит извергает его на сушу. Субтитры создавал DimaTorzok